здравствуйте предлагаю вам вместе со мной сегодня сделать из вот этих вот джинсов которые уже относились уже надоели такие вот на лето легкие современные шортики ну перво-наперво из джинсов делаются шорты это обрезается наши калуши ну вот мы их берем и обрезаем так как мы будем делать бахраму то можно даже не стремиться делать это все ровно одно обрезали ну и будем сейчас резать вторую не знаю видно или нет вот у нас вот такое вот получилось значит здесь мы должны значит сделать такую как бы небольшую бахрому то есть мы берем и просто выдергиваем нитки работа это такая немножко трудоемкая вот Так. Ну, это я займусь уже, в общем-то, не перед камерой. Я вам покажу, как, в принципе... Да, это ничего сложного. Наверное, каждый умеет сидеть и выдергивать ниточки. Вот. Что мы будем делать еще дальше? Значит, сейчас немножко так, чтобы уже шучу было придано немножко вида. Так. Вот тут у нас такое, как бы, несанкционированное пятно. Нам оно не нужно. Поэтому мы здесь сделаем такую... Модные такие дырочки сделаем небольшие. Значит, мы здесь разрезаем вдоль, как делается. И еще раз. И теперь мы вот это вот должны... Тоже вот эти вот нитки, которые... Мы их должны отсюда высмыкнуть. Так. 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 Тут немножко приберем. Приберем. Так. Ну, здесь мы сделаем одну, а здесь мы сделаем немножко по-другому. Вот здесь мы сделаем... Разрежем. Так. Так, вдоль. И вот эти вот ниточки мы вот так просто вырежем. И у нас будет здесь, смотрите, вот так. Смотрите, как красиво. Так. Ну, наверное, таких можно даже несколько сделать. Вот еще есть такой инструмент для подпарывания швов. Можно вот так делать. Вот, смотрите, как хорошо получается. Сейчас, это у нас будут такие вертикальные дырочки. И вот это вырежем так. Ну, вот так будет, так, дальше. Так, ну, а здесь мы должны сделать... Одно мы сделали, но давайте сделаем еще одно, чтобы уже тоже не было очень одиноко уже. Здесь мы делаем горизонтально. Так, и наша задача теперь здесь выдернуть вот эти вот нитки. Так, то, что вот так торчит сильно, мы его обрезаем. Вот это мы обрезаем. А вот это, пожалуй, даже можно оставить. Значит, что еще у нас по плану? Можно сделать вот здесь на кармане. Но мы сейчас это прорежем не насквозь, а только один слой. Здесь, видите, тут слой двойной подогнутый, эти самые джинсы. И мы сейчас один слой и так прорежем. Вот так. Вот так. Ну, и что у меня еще по плану было? Сейчас я вам покажу. Вот на задних карманах сделать такие... Один карман мы вырезаем полностью. Такие плотные джинсы, что даже ножницы не хотят брать. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А здесь, с этой стороны, вырезаем такие, получается, сегменты ткани, которая нам не нужна. А потом ножничками ее аккуратненько подбираем. Вот... Периодически так вырезаем то, что нам не нужно. Вот, смотрите, какая прекрасная дырка у нас получилась. Ну, сейчас я еще сделаю низ и покажу вам, что будем делать дальше. Вот, смотрите, как правильно делать бахрому. Не надо делать ее, чтобы она была только вот здесь синяя, то есть убирать вот эти вот нижние ткани, нитки. Критикам сразу скажу, что молодежь носила, носит и будет носить. Это очень удобно. А бахрому я делаю уже, будем говорить так, много лет. Еще дети мои учились в институте. Еще были не в моде дырки, а была только бахрома в моде. Вот, то есть вы должны, смотрите, подрезать немножко, допустим, в разных местах, вот так, и вытягивать, значит, вот эти вот нитки. Ну, так, чтобы у нас выходила и вот эта вот нижняя нитка. Потому что когда бахрома состоит из одной только синей нитки, это некрасиво и, в общем-то, и неправильно. Вот, ну и приготовьтесь, конечно, что будет очень много мусора, поэтому садитесь не вот так, как я на скатерти, а в какую-нибудь такую гладкую поверхность, которая легко будет все это убрать. Ну и смотрите, когда у вас такие появились, тут уже вы на свое усмотрение. Хотите, делайте эти нитки длиннее, хотите, чуть-чуть их подрезаете. Вот, потом, после того, как вы это сделали, делается это все вот так. Так, потом со временем они, эти нитки сваляются, и будет самое то, что модно. Вот. Ну, сейчас я закончу и покажу. Дальше у меня еще есть одна идея, как доделать карман. Ну вот, посмотрите, бахрому я сделала. Значит, еще раз я говорю, что обязательно должны торчать белые нитки, а для того, чтобы они торчали, то есть мы не должны ровно по линейке это дело обрезать, а должны делать немножко, чтобы каждая такими, как небольшими ступеньками, и тогда вот эти белые нитки, они остаются. Тут уже длина этих ниток вы можете регулировать, можете их подрезать, можете их подрезать даже вот, ну, к примеру, неровно, а вот так. То есть можете вообще не обрезать. То есть тут уже, как говорится, на любителя. Вот, еще мне очень понравились вот такие вертикальные дырки, очень красиво смотрятся. Мне кажется, можно еще сделать где-нибудь парочку. Ну, давайте где-нибудь вот здесь. Вот так сделаем еще одно. И давайте вот здесь еще одно. Вот так. Вот. То есть здесь мы выбираем это все. Лишнее вырезаем. И здесь то же самое. Вот. Ну, в принципе, можно было бы так уже и оставить. Смотрите, как красиво все это дело получилось. Но у меня вот еще такая идея тут созрела, что мне хочется, ну, сделать такую типа заплатку вот сюда. Сейчас я немножечко отрежу. Я только должна определиться. Наверное, так вдоль или поперек, или наискосок, или сейчас мы будем примерять. Я вот вырезала кусочек ткани. И теперь смотрим, какой лучше стороной ее здесь пришить. Если будет у вас ткань от рубашки в клетку, тоже очень будет красиво смотреться. Вот, смотрите. Вот. Ну, давайте вот так сделаем, чтобы полосочка была. Так, да. Или лучше. Или лучше вдоль, или лучше поперек. В принципе, большой разницы не имеет. Вот. А здесь я хочу, смотрите, я взяла, у меня есть ниточка контрастная. Такого вот примерно. Она, конечно, не очень похожа на эту ткань. Но что-то общее есть. И такими вот прямо я делаю, смотрите. Вот такими вот стежками. Ну, а по поводу карманов у меня вот такая вот идея. Смотрите. В принципе, можно сделать это на оба кармана. Вот, к примеру, здесь побольше заплаточку сюда и на второй карман. Мне кажется, что здесь эта заплатка, ну, мне кажется, так это не очень. А вот здесь она будет очень даже к месту. Вот в этой дырочке. Я ее специально вырезала такую не очень большую и как бы кривую, чтобы здесь смотрелось получше. Нужно просто выбрать такое самое красивое место, чтобы оно было, наверное. Так, немножко обрезать. Сейчас мы подвигаем. Очень хорошо идут всегда на заплатки, на джинсы, на любые. Хоть на шорты, хоть на джинсы. Именно клетчатая рубашка. Если на зимние джинсы, то можно какую-нибудь теплую, байковую. А на такие летние, вот такие летние. Хорошо идут рубашки. Вот, но всегда остаются. Может быть, от старой рубашки где-то кусочек ткани. Ну, вот смотрите, как красиво получается. Ну, смотрите, можно пристрочить на машинке. Можно приклеить клеем. Ага, здесь немножко надо обрезать, а то это порщится. Вот, но я решила пришить и покажу вам, как можно пришить это дело через край, аккуратно. Нет, наоборот, не аккуратно, но должно. Я взяла, смотрите, я взяла вот такую красную нитку. Она так в тон почти. Но здесь никаких правил нет. Вы можете взять совершенно другого цвета, какого-нибудь кислотного, зеленого или там голубого, или еще какого угодно. И прямо вот так, вот смотрите, через край. Вот такими вот крупными стежками пришиваем нашу закладку. Вот так, смотрите. Смотрим так, чтобы нитка проходила между ворсинками. Тогда оно будет держаться. Так, ну сейчас я вам еще покажу пару стежков, пришью и покажу вам уже конечный результат. А то очень неудобно перед камерой мне пришивать. Руки надо вытягивать далеко. Так, ну сейчас я покажу, что у меня получилось. Ну вот, смотрите, какие замечательные шортики у нас получились. С этой стороны вот. Ну, я еще раз говорю, если у кого-то будет желание, можно здесь тоже или нарисовать что-то контрастное, или может даже пришить несколько пуговиц. Вот такая заплатка здесь. Бахрома должна обязательно состоять из синеньких и белых таких ворсиночек. Вот. Ну, что я хочу вам сказать. Тут все зависит от вашей фантазии. На этом все. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok